всем здарова лут снова тут и у меня к тебе вопрос слышал ли ты такие выражения как вот это оружие имба вот этот меч имба вот этот варфрейм имба вопрос алиторический а если такие моды да есть давай о них сегодня поговорим 4 мода на скоростные ближки скоростные именно ближки если ты их за получишь себе ну в общем ты сможешь закрыть абсолютно весь контент убивая все живое теперь при желании ты можешь поддержать канал на бусте стань фанатиком рандома в открытый доступ я сливаю все забаненные стримы а в закрытом доступе собственно те видосы которые я не хочу что попали в общий доступ как вот например видос который мне не понравился я его не стал выкладывать на ю тубе это его первая версия или вот допустим как я познакомился с продавцами черной платины и куда приводит тупость собственно почему я всем и говорю никогда не покупать черную платину потому что я сам на себе это испытал в общем есть ты хочешь поддержать канал ссылки в описании немножко лирики в начале слышал ли ты про такую игру как пасов эксайл почему я про не вспомнил потому что вот там я провел не один десяток часов просто составляя билд целью этого билда всегда было то что тебе нужно было убить в конце босса ну на тот момент это был шейпер сейчас говорят на счет поменялось так вот ты сидел пыхтел изучал придумывал лазил смотрел улучшал крутил вертел бегал выбивал и все это носило вот эту цель убить босса варфрейме же если скажем в пои составление билда там и прочее у тебя все время такое ощущение что тебя кто-то бьет по яйцам пинает то в варфрейме у тебя такое ощущение что кто-то намазал твои яйца сметаны и постоянно их облизывает ладно вот что можешь полезать правда на здоровье суть в чем это я к чему вообще все это говорю ну потому что билда строение в варфрейме для актуального контента она крайне простое то есть ты просто можешь накинуть моды ну и спокойно пройти может быть кстати говоря мы такие стримы устроим там прохождение варфрейма четырьмя модами или чет тип того посмотрим будет довольно поделить даже интересно ну а что за четыре мода которые я хочу тебе показать давай посмотрим еще раз напомню что это на быструю оружку здесь смотри значит нажимаем улучшение и получаем собственно вот у меня билд с на рамоном с отхилом на никану с ответным лечением и здесь мы видим избытку урон ближнего боя действующий на цель этот ну урон ближнего боя увеличивается на 80 процентов за каждый действующий статус на цель второе шанс статуса увеличивается вместе с множителем комбо ярость берсерка это за каждое убийство по 35 процентов два раза складывается то есть 70 процентов увеличения скорости атаки и приток крови это шанс крита увеличивается вместе с множителем комбо вот эти четыре мода скоростных оружках встречаются крайне часто и если даже выкинуть с билда все остальное но кроме стойки ладно если выкинуть все остальное то в принципе смотри что делают эти четыре мода для примера я взял опять же никану и воткнул только эти четыре мода ну еще и стойка но стойка я там это они падают я их за моды не особо ты даже и принимал ну пусть будет пять еще плюс стойка ладно сперва набиваем счетчик комбо а потом подходим к 190 пулеметчиком немного надрезов и идем к следующему что-то этого мало подрезал вот примерно вот так это должно выглядеть истекает кровью в общем убивает их довольно легко чтоб ты не подумал что я тут чё не халтурю пожалуйста этот билд то есть это бил 4 мода давай возьмем какую другую оружку поугараем также с этими четырьмя модами кронаны prime вот так же 4 мода также мы сейчас призываем пачку мобов также сперва набиваем счетчик комбо ну а потом смотрим что получилось ну давай вот сейчас я тебе со старта сотри получается когда я стартую да я их убиваю не так хорошо потому что еще не набит счетчик комбо но ты же понимаешь что на миссии то там не будут одни пулеметчики там будут слабенькие мобы которых ты легко нашинкуешь наберешь себе счетчик и будешь спокойно их всех резать впрочем-то и набрался счетчик довольно легко но эти не до резались давно я не играл коронанами прям это нравится мне в принципе не знаю как тебе показалось но мне кажется легко 190 пулеметчики давай это знаешь что опять же вот я показываю что это все те же самые моды чтобы тебе там не показалось это давай сходим лучше на сталь и посмотрим что будет на стали в общем-то сталь это самый актуальный контент можно взять и другие кстати говоря давай например еще знаешь что посмотрим на примере глефы вот перед тобой глефа правим и в целом-то глефа не используется вот таким образом то есть здесь смотри опять же вот в основном у меня билды опять стоит приток крови но здесь есть смертельный удар тоже хороший мод это уже другая история то есть как видишь все равно один из четырех модов здесь все равно болтается но мы поставим все те же четыре мода еще раз напомню что это идиотия и глефа так не играется глефа играется вообще по-другому но тем не менее эти четыре мода даже на глефе ты можешь лазить надрезать он мобов давай вот на фуловом посмотрим за сколько он сдохнет он пожалуйста также надрезал все помер но играть так на глефе я еще раз говорю это ну блин сумасшествие просто потому что глефа это маленько не про это глефа это скорее вот про это но нахер берем нормальный билд ставим пак если тебе нравится глеф кстати то вот так она примерно играется да это симулякром но по большому счету мало что изменится в реальных условиях убивает все просто на ура но мы сейчас все таки про быстро таки и давай пойдем возьмем сейчас кроны с быстрыми атаками с быстрыми атаками этом с четырьмя модами и пойдем на самые толстые миссии стального пути я взял своего любимого и нароса для проверки мобов я его всегда беру проверять оружие и вот у нас пошли мобы как я говорил смотри они хиленькие вначале да но прячутся и в общем то они довольно легко режутся надкусал чуть-чуть и он потихонечку истекает кровью может надкусать и идти дальше у нас увеличилась скорость за счет постоянных убийств на 70 процентов как видишь мы бешеной скоростью это все долбасим давай еще вот так сделаем чтобы это подхилиться вот пожалуйста давай сейчас дождемся с тобой ну приспешника я могу еще долго показывать разное оружие любое оружие которое работает по скорости о том прекрасно использует эти четыре мода как-нибудь я говорю мы устроим стрим где будем проходить там не знаю с 4 четырьмя модами все все при помощи четырех модов надрезал ушел надрезал ушел а наконец-то я нашел тракса давай перережем всю охрану его тут ну и теперь порежем его самого ну не то чтобы прям офигительно но вроде убивается он дольше летает где-то под потолком там да страх сам все маленько не так быстро как хотелось бы приспешника есть какая фишка дело в том что на него можно повешать не больше четырех стаков из-за этого как видишь пилю я его долго ну я надеюсь что до за римана там достали ты себе придумаешь какое-нибудь оружие которое будет убивать приспешника так то конечно я его убью рано или поздно но по моему побыстрее будет вот так сделать видос на спаромет есть на канале ссылку оставлю под спаромет ну в общем понял да я не скрываю то есть это оружие прямо это из-за того что быстрые атаки работают от большого количества стаков ну те которые не подвержены ангел за римана например то же самое будет вот на этот смотри вот на этого пичка мы можем навешать сейчас он просто расплавится все смотри-ка выжил выжил окей это мы на луа сталь 180 200 в принципе здесь ничего не изменится тот же самый за риман только в левой руке заходим сюда просто всех надрезаем и наблюдаем за их смертью все те же только 4 мода 180 200 мобы стали кто не знает на стали мобы толще вот давай натыкаем сейчас посмотрим вот они все падают 180 также как и до этого 150 и в общем по большому счету ничего не поменялось просто эти миссии такие всратые что я их вообще терпеть не могу ладно ладно скажешь ты ты меня убедил беру где взять эти моды ну в общем давай я расскажу тебе заодно где эти все моды достать все четыре приток крови первый падает он падает с вероятностью 12 процентов на шпионаже луа то есть тебе нужно вот сюда вот на луа найти тут телу шпионаж вот он устали не обязательно на простых миссиях падает с ротации а то есть с ротации а это означает что тебе нужно открыть один терминал а и два терминала слить то есть один терминал открываешь два терминала сливаешь и получается то есть ротации а b c это один два и три терминала на простой миссии достаточно открыть всего лишь один чтобы завершить миссию один открываешь два сливаешь вероятность 12 процентов второе место где ты можешь выбить приток крови это на заказах некролиска у матери но на деймосе да на вот этот 30 40 миссия здесь у тебя 5 этапов этот мод падает с вероятностью от 7 до 13 процентов со 2 3 4 и 5 этапа только с первого этапа он не падает берешь вот эти миссии и вперед шарится выбивать приток крови либо как обычно все можно купить за платину на том же этом на рынке кстати оставлю на всякий случай тоже ссылку как торговать на рынке и на маркете точнее еще один очень важный нюанс что на комбинионском дрейфе есть два времени суток воум и фес фес это красный червь воум это синий червь вот сейчас активен фес и вот во время фес можно выбивать приток крови во время воум то есть синего червя сменится ротация и выбить ты его уже не сможешь поэтому смотри какое время суток далее давай с тобой посмотрим стенающие раны дело в том что они тоже добываются на деймосе но там есть еще один нюанс а нюанс заключается в том что здесь есть три варианта наград а b и c также ну ротации наград но давай я тебе расскажу способ как все это посмотреть гораздо проще и кстати говоря в первом варианте то же самое смотри падает стенающие раны они падают у нас получается вот с этого заказа 15-25 и как посмотреть то что там падает нажимаем просто правой кнопкой вот сюда и вот они стенающие раны все ты можешь здесь посмотреть вариант того что здесь падает башка азаку стенающие раны и так далее ну и давай вот еще на примере того что мы рассматривали до этого приток крови также нажимаем и вот видишь сейчас фаза идет красного червя получается даже нет сейчас уже кафа фаза синего червя фаза синего червя падают вот синие останки во ум и нужного мода у нас тут нету таким образом первый вот этот вот мод ты уже сможет добывать потому что ну как в самом начале фактически ты очень быстро дойдешь до деймоса но и сможешь его пинать а миссии потолще ну всегда можно присесть кому-то на хвост с рандомами помогаешь там бегаешь и все в принципе вы формить их я не вижу что здесь что-то сложное ну а мы переходим к следующему моду и пусть это будет ярость берсерка самая сладенькая мы оставим на сашок ссылки на вики я оставлю в описании ты сможешь зайти и почитать про каждого противника отдельно дело в том что ярость берсерка падает с вероятностью 0,6 и 0,03 смобов которых ты запаришься искать второе что мы с тобой посмотрим это избыточное состояние избыточное состояние у него та же самая проблема дело в том что он падает с вероятностью 0,02 смобов которых ты ну запаришься убивать и здесь мы подходим к одной определенной вещи которую очень часто не любят слышать в игре давай поговорим о такой вещи как торговля 25 я сказал 50 брата что думаешь берем все сразу начинают кряхтеть такие ой торговля да нафиг я играю я хочу выбить чуваки есть какой-то рациональный предел то есть понимаете 0,02 вероятности выпадения это какая-то чушь собачья вы просто для того чтобы специально выпить охренеете выбивать и здесь мы обращаемся именно к торговле еще раз видос будет в описании и в подсказках как новичку нафармить и сколько собственно сейчас мы посмотрим смотри на варфрейм маркете на это у нас получается стоит всего лишь 10 платины это избытка стоит 10 платины на маркете можно поорать и купить подешевле где-нибудь ну там в чате в торговом но это по моему гораздо более рациональное решение ты можешь пойти по открывать реликвии на собирать мусор этот мусор продать и собственно с этого мусора купить себе этот мод второй мод это у нас конечно я разбил сетка ярость берсерка смотри я поставил видишь здесь все чтобы у меня был самый минимальный он лишь не прокачанный тот тоже предыдущий не прокачанный и что мы видим 8 платины то есть на все про все чтобы взять два этих модуль тебе нужно будет 18 платины дерьмовые детали стоят по 5 платины ты можешь не знаю на торговать это буквально за час зачем заниматься вот этим безумным гемором который тебя просто отнимет время не доставит удовольствия ну я не знаю если тебе это нравится я еще раз говорю ссылки будут в описании на варфрейм вики и там ты сможешь посмотреть каких мобов падает и пойти сам по выбивать вас тебе так хочется я понимаю может быть у тебя такое настроение но на этом на сегодня все всем спасибо за внимание подписывайтесь ставьте лайки заходите на стримы и так далее и тому подобное всем удачи и всем пока